привет это та самая обещанная экскурсия по бульварному кольцу сегодня покатаемся по гоголевскому его окрестностям и надеюсь получится сделать целую серию по всем бульварным бульваром бульварного кольца хотя она и не кольцо вовсе если досмотрите до конца то точно узнаете что-то новое и потом будет интереснее здесь кататься расскажу вам кучу московских легенд а потом их разнесу это мой родной район я тут родился вырос и вот прям буквально здесь в конце гоголевского бульвара я здесь знаю просто буквально каждую щель и мы чуть-чуть будем отъезжать с предчистинские районы кстати да это предчистинские они как многие считают арбатские дворики но хочу начать нашу поездку не самого гоголевского бульвара а чуть ниже здесь на саймоновском проезде он тоже мог бы быть частью бульварного кольца но не сложилось а начнем мы здесь потому что хочу показать один из самых красивых домов москвы дом зинаиды перцовой он же дом сказка этот особняк спроектировали художники для художников кстати дом зинаиды перцовой а не петра перцова железнодорожного магната по той же причине почему и сейчас всякие особняки и яхты и так далее регистрируют ножон матерей и так далее короче говоря перцов очень понравился соседний дом цветкова это здесь за углом на набережной и он купил вот этот соседний участок за 70 тысяч рублей и устроил архитектурный конкурс конкурс выиграл боснецов второе место занял сергей малютин и каким-то образом перцов увидел отвергнутый самим малютиным черновик и решил строить по этому черновику когда дом построили тут жили и творили многие известные художники сам малютин жил тут же на цокольном этаже 908 году был большой московский потоп и его жена когда пыталась спасти картины она простудилась заболела и умерла и малютин остался четырьмя детьми и очень съехал с этого дома также подвале этого особняка был известный клуб летучая мышь где мхатовская труппы устраивала капустники сам станиславский тут играл по моему фокусником когда мхатовцы нашли этот подвал на встречу вылетела летучая мышь так появилось название такая тень чеховской чайки так вот вернемся к малютину мало кто знает но малютин автор русской матрешки некоторые умники еще тогда его обвиняли в плагиате мол он слезал идею с японских кукол как если но сам малютин писал как он вдохновился в доме мамонтовых этими самыми японскими куклами малютин уже тогда был известным и иллюстратором сказок пушкина и наверное там он и вдохновился этой идеей то есть ну заяц утка игла там ну сами знаете ну а матрешка просто потому что тогда был очень популярное имя матрены на сам петр перцов как-то выступил против то ли сноса храма христа спасителя то ли против разграбления церквей в общем мы посадили на пять лет а потом выслали вообще из москвы и свой дом сказку он больше никогда в жизни не видел вот такая история ну и собственно вот он сам храм христа спасителя против сноса которого выступал перцов живя напротив него я это здание не люблю рассказывал почему сейчас еще раз расскажу и заодно развенчу пару московских легенд хотя некоторые из них не нравится во первых это не просто храм памятник изгнанию французских оккупантов как бы сейчас это пошло не звучало изначально его должны были построить на воробьевых горах и он только в длину должен был быть целую милю точнее километр то есть версту целую версту потом в итоге его построили все же тут потом его коммунисты взорвали это не смогли с первого раза там по моему с третьего раза взорвали всю эту груду разбирали полтора года даже больше помочь чем полтора года потом хотели тут построить безумный дворец советов но насилили только бассейн это вкратце я в общем-то не люблю это больше всего это знание за то что это огромнейшая доминанта пожирает весь район мне этого колумба тут хватает на том берегу но это что он мало чего общего имеет с оригинальным храмом то есть это копия и очень даже посредственная копия да еще со своими новодельными штучками оригинальный храм тонн строил больше 40 лет а лужков построил этот храм всего за шесть почему посредственную копию ну во-первых он выше чем оригинальный он стоит на вот этом 17 метровом стеллобате которого в оригинале вообще не был и стеллобат этот нужен только для того чтобы там сделать парковку на 300 чем-то машин сделать мойку ресторан там еще какой-то храм и какие-то зал открыть говорят что храм креста спасителя олицетворяет россию так что вот новый храм олицетворяет без прикрас а следующее отличие с оригиналом это вот горельеф про который я уже говорил в оригинале они были из камня их там растаскали уничтожили часть осталось донском монастыре вот а новые поставили сделали из металла в оригинальном храме были купола из сусального золота здесь из какого-то там нитрит титана и они очень темные из этого храма получился из-за металлических этих тоже конструкций он получился намного тяжелее темнее одна из легенд что после того как взорвали храм из-за его мрамора облицовочного мрамора сделали облицовку станции метро кропоткинская но легенда не подтверждается потому что облицовка оригинального храма была сделана из коломенского мрамора облицовка вестибюля но станции кропоткинская была сделана из уральского мрамора есть еще очень живучие легенды что на новокузнецкой стоят лавочки из этого храма но тоже не подтвердилась эта легенда потом ее ее опроверг сам автор этой станции он жив и и давал интервью, лавочки на станции Новокузнецкая не из храма. Хотя и он же подтвердил, что на станции присутствует мрамор из оригинального храма. Легенды интересные, но, как видите, не подтверждаются. Но остатки этого храма оригинального действительно растащили по всей Москве. И, например, в геологическом музее Вернадского стоят колонны с капителями иконостаса из храма. Или ступени в гардеробной Третьяковки были сделаны из памятных плит с выбитыми именами героев 1812 года. И когда вскрыли, перевернули, там прям были выбитые имена. Это, в общем, мрамор был из оригинального храма. Ну или, по крайней мере, этим легендам опровержения я не нашел. Проверяйте легенды на факт-чекинг. Как бы там ни было, на этом здании очень хорошо заработал Лужков и его придворные. Но при царе это был тоже грандиозный распил. И вот, например, в 11 главе «Мертвые души» в первом издании, потом Гоголь это удалил, есть вот такой текст. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного, весьма капитального строения. Комиссия, как водится, подвязаясь ревностью и усерденностью, приступила к делу. Но климат, что ли, мешал? Или огромность храма была причиной? Только целых 4 года ровняли они место для фундамента, и все еще ни один кирпич не был выведен. Но зато явление случилось другого рода. Фундаменты не выведели, а в других частях города очутилось и каждого члена комиссии по каменному дому в три этажа недурной гражданской архитектуры. Вот почему Николай Васильевич Гоголь великий. Мы переехали Пресчистинскую площадь. Когда-то это были Пресчистинские ворота, потом Кропоттинская площадь и сейчас снова Пресчистинская. Как видите, ворот тут никаких нет, но были. Все бульвары стоят на бывшей оборонительной стене Белого города. Еще раньше эти ворота называли Чертольский или Чертарыйский, если точно. Из ручья к нему мы еще вернемся, ручей Чертарый. Раньше тут проезжал царь в Новодевичьем монастырь помолиться, и ворота переименовали в Пресчистинский. И не потому, что он ехал туда Пресчиститься, а потому, что он ехал к иконе Пресчистой Девы Марии. Ну а ехать к храму через Чертово ворота по этой Чертовой дороге и вдоль этого Чертового ручья как-то негоже, поэтому и переименовали. Ко всей этой Чертовщине мы еще вернемся. Сам Гоголевский бульвар, когда-то Пресчистинский, начинается с вестибюля станции метро Кропоткинская. Вестибюль станции метро Кропоткинская, наверное, один из самых красивых вестибюлей, и он получил аж три премии. Раньше он назывался не Кропоткинская, кстати, а Дворец Советов, который, слава богу, не построили. Сам вестибюль стоит на месте церкви, что-то там схождения Святого Духа. То есть церковь снесли, поставили вестибюль. И, кстати, у вестибюля раньше там была подсветка, но ее потом удалили и сейчас просто обозначили этими стекляшками. Раньше было красивенько. Здесь же на площади стоит памятник. Если остановить прохожего, не глядя, он вам, скорее всего, скажет, что это памятник Кропоткину, что было бы логично. Но это памятник Энгельсу. Причем здесь Фридрих я не имею понятия. Знаю только, что вы поставили к приезду Никсона. Причем здесь Никсона я тоже не имею понятия. А вот Кропоткин здесь при чем? Кропоткин здесь родился недалеко. Теперь Кропоткинский переулок, тогда это был штатный переулок, дом 26. Сейчас там дом-музей его, и там же в этом доме расположено частично признанное посольство государства Палестина. И, собственно, сам Кропоткин в нашей стране был тоже частично признан. Сам Петр Алексеевич был удивительной личностью. Его биография – это настоящий боевик и триллер. Он был революционером, анархистом, видным ученым. Сидел в тюрьме, потом сбежал и работал в Лондоне, и прилично пополнил библиотеку, британскую энциклопедию. Он же предсказал существование земли Франца и Иосифа. После его смерти сам Бернард Шоу и Герберт Уэллс помогли организовать его дом-музей. Конечно, в 30-х музей закрыли, всех репрессировали, сотрудников. В общем, очень противоречивая личность. И как коммунисты вообще допустили здесь его площадь, и назвать в честь него станцию метро, вообще очень непонятно. Более того, Кропоткин был из потомственной семьи дворянской, и его отец, например, владел 1200 крепостных вместе с их семьями. Там же за памятником стоит знаменитый дом Филатова, также известный как дом с рюмкой. И про него есть как минимум 5 легенд, и все они связаны с алкоголем. Мол, когда Филатов завязал с бухлом, он построил этот дом с перевернутой рюмкой, чтобы вся Москва знала, что он в завязке. Но на самом деле Филатов был очень известным и уважаемым старообрядцем или старовером, а им бухать вообще запрещено. Поэтому легенда эта рушится. Это странно, что, не знаю, какой-то муфтий завязал бухать. Скорее всего, это просто элемент архитектуры, символизирующий такую морскую чашу перевернутую, которая извергает морские пучины на здания. Потому что, если посмотрите, там на Лепнине полно всяких морских гадов, там моллюски, всякие жабы и так далее. Но легенда с бухлом красивая, мне нравится. Наконец добрались до самого Гоголевского бульвара. И вот здесь, например, хочу показать вот этот вот дом. Здесь располагала знаменитая Филипповская пекарня. Филиппов, он построил целую сеть булочных, и его выпечку доставляли даже к царскому столу в Петроград. Филипповские булки, они доставлялись из Москвы и в Петербург, ну, в Петроград, и ко двору, и даже возили в сибирские города. Да, для этого придумали оригинальный метод, горячую выпечку каким-то образом замораживали, а потом размораживали в теплых полотенцах, в теплых сырых полотенцах. И вот далеко за тысячу верст отсюда доставлялись теплые, свежие филипповские булочки. Из его же пекарни появилась знаменитая московская байка про филипповские булочки с изюмом, филипповские сайки, точнее. Генерал-губернатор как-то ел эту булку свою утром и нашел булки таракана, вызвал Филиппова, тот отмазался, что это изюм. Так появились вот эти знаменитые сайки с изюмом. Кстати, пекарня здесь, по-моему, до сих пор расположена. Скорее всего, это тоже легенда, потому что она была написана у Гелеровского в Москве и москвиче, но там есть нестыковки. Во-первых, по возрасту Гелеровский был слишком юный, наверное, для того, чтобы с ним встретиться и записать эту легенду. Но так как принято верить Гелеровскому, может быть, оно так и было, скорее всего, просто Филиппов пошутил над юным Гелеровским. Но как бы легенда до сих пор жива. Когда пришли коммунисты, Филиппова раскулачили, и он нищий бежал во Францию. Вот в этом особнячке, дом номер 7, жил Василий Сталин. Он здесь родился в начале бульвара, я, кстати, родился с ним в одном доме Груермана, рассказывал еще в первой экскурсии. В общем, в этом особнячке тусовалась вся авиационная элита СССР. А в соседнем особняке, вот в этом, жил архитектор Тон, когда проектировал этот самый оригинальный храм Христа Спасителя. Ну, как бы жил он в Петрограде, но когда приезжал в Москву контролировать стройку, он жил в этом особняке. Гогольский бульвар должен был быть самым первым бульваром в этом недокольце бульварном по проекту 1773 года. Но из-за сложного рельефа первым был Тверской, а этот чуть ли не последним. Здесь уникальный такой трехступенчатый рельеф как раз из-за того самого ручья Чертарый. Как будто черт рыл. Сам ручей Чертарый давно в коллекторе, здесь под землей до сих пор. А шел он от Патриарших прудов. Тогда это были Козьи болота, где якобы явился Черт. Козьи болота, потому что как будто Черт копытами их оставил следы. Короче говоря, нехорошее место. Потом болото осушили, и осталось три пруда. И устроили там Патриаршию Слободу. Вся эта чертовщина не укладывалась в Патриаршию Слободу. И оставили один квадратный пруд Патриаршей. А нам на память оставилась трехпрудная улица и Казихинские переулки. Но если Патриарше Слободе не нравилась вся эта чертовщина, то вся эта чертовщина очень нравилась самому московскому писателю Булгакову. Если помните, именно там явился на Патриарших прудах Воландоморт. И все такое. И именно оттуда Иванушка бездомный бежал за Дьявольской Троицей. Прямо вот по этому бульвару. Вдоль как будто этого Чертарыйского ручья. Ну, который был еще тогда при Булгакове в коллекторе. Точнее, даже туда он бежал, к храму Христа Спасителя. И если помните, там у Булгакова он купался. Потому что раньше за храм Христа Спасителя был городской пляж. И там можно было даже не просто купаться, а можно было исполнять вот такое. И это тогда никого не оскорбляло. Здесь же на Гоголевском часто снимали кино. Например, Москва слезам не верит. Снимались на тех лавочках или вот в этом особнячке снимали с Покровские ворота. Здесь же у нас памятник Шолоху. Он жил на этой улице с Сивцевражек. Собственно, он на нее и смотрит. Сивцевражек, потому что там тоже был ручей Сивцев. Сивка, вернее. Ручей Сивка и по Вражку тек. Вот. И сам памятник Шолоху в народе прозвали Дед Мазай, потому что каждую зиму ему в лодку лепят снежных зайцев. Еще у нее есть прозвище у этого памятника Скотобонья, потому что вот эти вот кони, которые сзади, которые они типа плывут, вот красные и белые в разные стороны, там разделение народа и все такое, они выглядят как отрезанные головы лошадиные. Вообще интересно, наверное, будет сделать экскурсию по памятникам с интересными прозвищами. Если интересно, напишите. Да, и, кстати, вот в этом здании собирались декабристы. Собственно, вот в этом вот голубом особняке снимали фильм «Покровские ворота». Сейчас его надстроили, но как бы вот на тот балкончик уходил тот мальчик со скрипкой, и тут же стоял пионер, которого, по-моему, насколько я знаю, по легенде же опять где-то на Соколе сперли и привезли сюда, а потом поставили на место. Мы на улице Сивцевражек отошли буквально 100 метров от бульвара. Хочу показать вот этот вот дом. Здесь располагалась молочка знаменитого Чичкина. Это такой был молочный магнат, и он был очень крутой маркетолог. Он каждое утро выливал молоко, вчерашнее прямо на улице в коллектор выливал молоко, чтобы все видели, что у него только суперсвежее молоко. Кстати, заметили, вот булочная Филиппова, Чичкина молочка, заметили, что раньше все эти делали именные бренды. Как вот на Западе до сих пор это осталось, там Лазерман, Хьюлит Паккер, там почти все автомобильные бренды, Форд, Бенц. А у нас, ну, понятное дело, про каких обстоятельствах это все похерилось. Во время революции Чичкин прятал у себя Молотова. И когда коммунисты взяли власть, Молотов это не забыл и как бы помог ему устроиться. В общем, он себя неплохо чувствовал. Он консультировал Микояна, молочную промышленность, все это Минторг, как они называются, эти безумные советские названия. В общем, Чичкин, конечно, лишился всей своей молочной империи, но вполне неплохо себя чувствовал при коммунистах. Но чтобы ему прям такой малиной не казалась дорога в это светлое коммунистическое будущее, его на всякий случай все же посадили, куда-то отправили в Казахстан на 5 лет. И опять же ему помог тот Молотов, он его вытащил. И, в общем, Чичкин это единственный дореволюционный миллионер, который выжил при коммунистах. И более того, он единственный из дореволюционных дворян, ну, не дворян, а предпринимателей, кто покоронен был на Новодевичьем монастыре, на Новодевичьем кладбище. В этом доме на Староконюшиной жил на пенсии Хрущев. Ну, жил он, скорее всего, на даче, но как бы вот в этом доме его поселили. А Староконюшиной, кстати, потому что здесь была Конюшина из Лобода. А вот этот вот Гагаринский переулок, это, наверное, единственное, что-то каком-то татпатоним называется, что в действительности не связано с Юрием Алексеевичем Гагарином. Это про дореволюционных Гагаринов, и у Гагарина даже были небольшие проблемы, мы его проверяли на причастность с тем самым Гагарином. Нажимание! Нажимание! Мы отъехали чуть-чуть, и мы сейчас на Причистинском переулке. Это мой родной переулок. Я жил вот в этом доме на третьем этаже, и когда я здесь жил, это был переулок Островского. Так что я вот здесь закалялся. Еще раньше это был мертвый переулок, и мертвый переулок, опять же, по нескольким легендам, ну, две легенды есть, мертвый, потому что во время холеры в Москве на этом переулке все умерли, а на соседнем, чистом переулке все выжили. Но, скорее всего, это топоним, потому что в Москве было много мертвых переулков, и мертвый это просто значит, что он глухой, непроезжий, тупиковый, и все такое. Вот, и есть еще одна легенда из-за того, что здесь был домовладелец мертвага. Ну, говорю, скорее всего, это топоним. Вот, и жил я, получается, дипкорпус, здесь вот было посольство Заира, у меня была собака Заир, там служил отец. Теперь это посольство Марокко, да, теперь страны Заира нету. Ни меня нету, ни Заира нету, ни собаки Заира нету, никого нету. Все ушли на фронт. Это знаменитый Успенский храм на Могильцах, так как по периметру его окружает четыре переулка, это одно из зданий, которое занимает целый квартал. Возможно, даже единственное здание, которое занимает ровно квартал. Переулки тут Большой Властевский, Большой Могильцевский, Большой Левшинский и Мэй Причистинский. Это один из старейших храмов Москвы, его автором был Николай Легрант. Отсюда и это европейский стиль с двумя колокольнями. Легрант был не просто французский архитектор, он был главным архитектором Москвы, он был состоителем первого генплана города, он был автором Бульварного кольца и Обводного канала, или Обводного. Ну и еще много чего он построил в Москве. И, собственно, эта церковь на Могильцах, это последний проект Леграна. Этот храм упоминается «Войне и мире», и говорят «Ваня Карениной», но, похоже, это байка, потому что я этого не нашел, ну или какое-то старое издание, я не знаю. Но он точно упоминается у Чехова «Страшная ночь». И еще есть одна из байк, что здесь венчали Дункан и Есенина. Но это тоже то ли байка, то ли шутка, потому что есть свидетельство, честно говоря, не помню от кого, когда Есенин с Дункан здесь реально на карете ехали, и кучер был то ли пьян, то ли заблудился, и он катал их вокруг этой церкви, ну потому что она со всех сторон окружена переулками, и можно кататься вокруг. Вот. И то ли Есенин, то ли, опять же, кто-то, не помню, заметил, что ты нас еще венчаешь, и вот отсюда эта байка, что здесь венчались. Но на самом деле таких вот реальных документированных подробностей, что их здесь венчали, нету. Есть еще, опять же, две знаменитые поговорки московские, что нету кучера, который бы не заплутал бы в этих дворах. И вторая, самая, наверное, известная, что в Москве всего два трезвых кучера. Это один на Большом театре, а один на Триумфальной арке. Кстати, этих кучеров, на самом деле, три. Еще один на Беговой, но это совсем другая история. И еще интересно, кстати, что этого кучера тоже на Триумфальной арке, который стоял, его в народе называли Баба с Калачом, хотя это была богиня Триумфа. Вот. И про это писал Гелировский, его называли Трухальная. площадь, потому что приезжали, там есть интересная история. А тот, который на Белом театре, на Большом театре, это Аполлон в Колеснице. И, кстати, раньше у него было три лошади, после пожара у него стоило четыре. Вот. И еще из интересных фактов, то, что Большой театр же, он у нас на 100-рублевой купюре был, сейчас новая. Вот. И эта 100-рублевая купюра, это единственная купюра в мире с изображением пениса, короче. так как боги штанов не носят. Такс, ну это тот самый Могильцевский переулок, это Малый Могильцевский. И на самом деле к могилам он тоже никакого отношения не имеет, просто тут жили раньше гончары, и они и они когда вырабатывали глину, выставляли такие прям бороздки. Вот. И бороздки эти называли могильцы. Ну есть еще пару версий, но я думаю это самое правдивое. Интересно здесь вот это вот здание за мной, это доходный дом, не помню ничей, не важно. Интересно лепнина на нем. Там в общем вот эти все наши знаменитые писатели Толстой, Гоголь, Пушкин и почему-то они в античной одежде и целуются. Очень непонятное здание. А вот это вот могильцевский дом 3, тут раньше был ЗАГС и тут женился Булгаков и Есенин. Оба по два раза. Сейчас там МЧС. Не друг на друге. Нет. Но хотя здание говорит о чем-то другом. Намекает. И. А. И. 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 Это танцевальная школа Асидора Дункан, это жена Есенина. И было выражение, что у Преображенского Преображенский живет лучше, чем Дункан. Собственно, вот она здесь и жила, но это была школа, а жилое помещение у нее было действительно меньше. Вот, и был такой стишок, Толя ходит не умыт, а Сережа чистенький, потому что Сережа спит с Дуней на Пречистеньке. Это Маленков написал, это друг и собутыльник Есенина. А это тот самый чистый переулок, про который я говорил, где все выжили, типа на моем все умерли, а здесь все выжили. И если вы будете здесь гулять, вы увидите вот эту табличку, чтобы она вас не смущала. Вот это вот. Вот, да, вот в этом доме жил прототип доктора Преображенского. Прототип, потому что это был дядя Булгакова. Но, блин, я могу сейчас что-то напутать. Так что факт-чекинг. Да, точно, вот в этом доме жил профессор по фильму. Получается, вот там он Шарикова подобрал. Вообще, Бортко хоть и слезал, как бы говорят, что с фильма Латуда, собачье сердце, с итальянского, прям буквально покадрово. Я не считаю это плагиатом, потому что сам Булгаков описал там просто все покадрово, буквально сценарий с раскадровкой сделал. Но Бортко сейчас кровожадный ублюдок, но его версия все равно мне больше нравится, она как-то ближе. Но вообще, фильм Латуда вышел первый. В общем, мы вернулись на Гогольский бульвар. Собственно, к самому памятнику Гоголя. И памятник Гоголю здесь, на этом месте, поставили к столетию со дня рождения Николая Васильевича. Вот, и раньше тут с Кунцевской дачи ездил Сталин, и ему, ну, по легенде, опять же, вроде как не очень нравился тот Гоголь. Он такой был кургузый, угрюмый, и такой смотрел как раз вот прямо сюда вот вниз, на эту Причистенскую улицу, где он ездил. И, в общем, он приказал памятник убрать, его убрали в Донской тоже монастырь. Там был музей городской скульптуры. Вот, и поставили вот этого Гоголя, уже такого более советского. Тут и написали от советского народа, или как там, от правительства Советского Союза. Мол, нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали. Вот, после смерти Сталина, уже к 150-летию Гоголя, тот памятник реабилитировали и поставили его там, на Никитском бульваре, в доме, где он жил, у Толстого, где он жил и скончался. Но там очень интересная история, расскажу в следующей экскурсии, когда уже будем ездить по Никитскому бульвару. На этом все, надеюсь, было интересно, и надеюсь, вам будет теперь интереснее кататься. Увидимся теперь на Никитском бульваре.